Добрый день, дорогие зрители! Мы продолжаем с вами тему социальной адаптации в Польше. Сегодня поговорим с вами про способы получения вида на жительство. Данное видео не несет юридической значимости, а носит информационный характер. Когда мы говорим про вид на жительство на территории Польши, первое, что необходимо знать, это то, что надеяться на два типа. Первое, это временное пребывание, в данном случае ограничено каким-то определенным сроком, в дальнейшем может продляться. Второе, это постоянное пребывание, выдается бессрочно. Проговорим про условия получения вида на жительство. Первое, вы являетесь студентом очной формы обучения в польском университете, либо посещаете языковые курсы, срок которых не менее трех месяцев. Второе, у вас есть бизнес на территории Польши. Следующее, вы официально трудоустроены в Польше также сроком не менее, чем на три месяца. Вы имеете официально зарегистрированный брак, либо же сожительство, то есть неофициально зарегистрированный брак с гражданином Польши, либо лицом, имеющим постоянный вид на жительство, либо временный вид на жительство. Следующее, это наличие польских корней. Ну и последнее, это какие-то другие обстоятельства, по которым вам необходимо находиться на территории Польши. В данном случае такие заявки будут рассматриваться в индивидуальном порядке миграционным инспектором. Одними из причин это могут быть полициальные школы, либо какие-то гуманитарные обстоятельства. Какие документы необходимы для оформления вида на жительство? Список документов варьируется в зависимости от оснований, на которых вы подаетесь, но перечислим для начала общие документы. Первое, это заполненная анкета заявления на польском языке. Второе, это загранпаспорт. Третье, это медицинская страховка, которая покрывает весь период вашего пребывания в Польше. Следующее, это квитанция об оплате госпошлины. В данном случае сумма такого сбора может варьироваться от 350 до 440 злотых. Следующее, это фотографии 3,5 на 4,5 сантиметров. Важным условием является то, чтобы такие фотографии были сделаны сроком не менее 6 месяцев. Следующее, это выписка с банковского счета о наличии средств, а также о наличии постоянного дохода из расчета 800 злотых в месяц на человека, ориентировочно. Ну и другие документы в зависимости от оснований учебы, работа и так далее. Проговорим сейчас про эти документы буквально пару слов. Если вы подаетесь по причине обучения либо языковых курсах, то вам потребуются документы о зачислении, расписание занятий и также выписка с банка об оплате всего периода обучения. Следующее, если вы подаетесь на основании брака, в том числе под эту категорию попадают не только супруги, польские граждан, но и также дети, то есть члены их семьи. В данном случае вам потребуется свидетельство о заключении брака на территории Польши, доказательство родства для детей и подтверждение наличия гражданства либо же ПМЖ одного из супругов. Следующее, если вы подаетесь по причине трудоустройства. В этом случае вам необходимо подтверждение официального трудоустройства, разрешение на работу и сведения об оплате в ЗУЗ, то есть оформленная страховка и польские корни. В этом случае необходимо подтвердить, что родители или бабушка и дедушка были поляками. Стоит отметить, что в этом случае также будет проводиться водная беседа на знание польского языка. Процедура немного схожа с картой по лечению и получению поляков, но о ней мы не будем говорить в этом видео. Ну и последнее, давайте проговорим с вами, что же дает ВНЖ. Преимущество следующее. Во-первых, это ваш легальный статус пребывания на территории Польши. Второе, это дает вам возможность получения обучения и трудоустройства. Следующее, это возможность безвизового пребывания на территории стран Шенгена. В этом случае вы можете находиться до 90 дней в течение полугода. Ну и конечно же, вид на жительство в Польше является первой ступени на получение польского гражданства. После пяти лет легального пребывания на территории Польши вы получаете карту резидента, обязательным основанием которой является сдача государственного языкового экзамена и получение сертификата на уровень B1. В этом случае подскажу лайфхак, чтобы не сдавать государственный экзамен, вы можете просто закончить полициальную школу либо польский университет. Ну и в заключении проговорю, что подготовка пакета документов носит индивидуальный характер и требует знания специалистов. Поэтому вы можете обратиться в нашу компанию, получить консультационную поддержку и мы разработаем для вас индивидуальную миграционную стратегию. Ссылка оставим в описании. А на этом я с вами не прощаюсь. Встречемся в следующих видеороликах.